Возможность проголосовать. Оленеводы из самых дальних бригад пяти семейно-родовых общин приняли участие в досрочных выборах депутатов Госдумы 7-го созыва. Готовность номер один. Последнее напутствие накануне дня выборов получили члены всех избирательных территориальных комиссий на обучающем семинаре. С главными событиями дня в студии Надежда Литкова. В Ненецком округе продолжаются досрочные выборы депутатов Госдумы 7-го созыва. Голосованием охвачены уже более 700 человек, в их числе нефтяники и оленеводы. Сегодня члены регионального избиркома и участковой избирательной комиссии Нельминова Носа вылетели в места Качеви бригад семейно-родовых общин поселка. В районе Устерики Черная, Сопок Пешкариха и Термиихи Курседа оленеводы приняли участие в досрочных выборах федерального и муниципального уровней. С подробностями Ирина Цепетова. Встреча с членами избирательной комиссии приземлился в Малоземельской тундре. Здесь кочуют с десяток семейно-родовых общин Нельминоса. Одними из первых проголосуют оленеводы из общины Апседа. Апседа, Нерута, Варк, Елумт и Иллипц. В досрочных выборах сегодня принимают участие оленеводы из самых дальних бригад пяти семейно-родовых общин, которые кочуют ближе к Баренцево-Морю. В общей сложности 20 человек. Прежде чем приступить к голосованию, краткий инструктаж от членов участковой избирательной комиссии. Четыре бюллетеня будет на каждого избирателя. Сегодня оленеводы Нельминова-Носа выбирают не только депутатов Государственной Думы, но и главу муниципального образования и депутатов поселкового совета. Для многих кочевников выборы в таком формате в новинку. Голосовать в тундре впервые пришлось и Антону Толееву. Впервые такой марш-бросок совершили и члены участковой комиссии поселка. Ну, конечно, спринт хороший, но интересно так. Ни разу не бывали, чтобы вот так летать на вертолёте и смотреть. Вот мы на Триколе недавно ездили, досрочная у нас в тундре была. Там, конечно, ещё два дня мы ездили, там круто было. Так скрим. За три с лишним часа вертолёт с членами избирательных комиссий облетел пол Малоземельской тундры до самого побережья с остановками в районах устья реки Чёрная, Сопок-Пешкариха и Термея и Хикурседа. По словам заместителя председателя окружной избирательной комиссии Людмилы Тоскаевой, полёты в места Качеви проходят с определёнными сложностями. Те координаты, которые нам даёт главы СПК, либо главы муниципальных образований, они не всегда точные, потому что оленеводы кочуют, поэтому координаты не совпадают. Из-за этого мы берём на каждый рейс проводников лицевые. То есть сегодня вот с нами аж три проводника полетели, потому что точки не совпадают с теми координатами. В Харивер точно так же мы летали. Найти бригады оленеводов в бескрайней тундровой местности под силу только ясовым проводникам, которые знают родную тундру как свои пять пальцев. Среди них и Юрий Соболев, потомственный оленевод. Как вам объяснить? Озёра все знаешь, водораздел полностью знаешь, откуда что течёт, куда течёт. Ты так ориентируешься и примерно уже смотришь, поглядела река, идёт в ту сторону, знаешь, какую сторону она идёт. Значит, надо в ту сторону, в другую, противоположную, если тебе нужно. Всё. Здесь ничего сложного нет, в принципе, если так, по большому счёту. Всё с опытом, да? Ну, в принципе, да, потому что, как у нас старики говорят, надо родиться оленеводом просто. На полёты вместо Качеви и на нефтепромыслы из федерального бюджета выдали на 20 миллионов рублей. На данный момент в досрочных выборах приняли участие оленеводы Индиги, Харивера, ближние и дальние семейно-родовые общины Нельминого носа, а также нефтяники с различных месторождений региона. Всего более 700 человек. Сегодня досрочное голосование завершилось в семейно-родовой общине Иллипц. Избирательный участок в Тундре принципиально отличается от избирательного участка, к примеру, в Наринмаре. Голосовать приходится вот так, в полевых условиях, буквально на коленке. Неизменным остаётся одно. Отдав свой голос, проголосовавший опускает избирательный бюллетень вот в эту урну. Распечатывает её 18 сентября в единый день голосования. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, телеканал «Север», Молоземельская Тундра. Последние напутствия накануне дня выборов получили члены всех избирательных территориальных комиссий, которые 18 сентября будут задействованы в выборах. Встреча состоялась в рамках обучающего семинара, на котором в режиме видеоконференц-связи были доведены изменения в законодательстве относительно процедуры голосования, а также на практике закреплена работа с бланками строгой отчётности. В семинаре помимо членов избиркома приняли участие сотрудники аппарата администрации, представители прокуратуры и правоохранительных органов, а также председатель и заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Заполярного района. Председатель избирательной комиссии Георгий Попов проводит краткий инструктаж о том, каким образом будет налажена работа в единый день голосования, а также работа по взаимодействию всех территориальных избирательных комиссий во избежание непредвиденных ситуаций. Для обсуждения важных вопросов на связь с избирательной комиссией Ненинского округа вышли представители избирательных комиссий в муниципальных образованиях региона. Мы будем на связи как территориальная избирательная комиссия Заполярного района, соответственно, избирательная комиссия Ненинского автономного округа. Все телефоны известны, памятки в посылках вам были направлены с номерами телефонов. В ночь голосования мы все будем полным составом на дежурстве. Все, что касается сверки данных протоколов, проверки контрольных соотношений, все эти данные будем с вами сверять по телефону. Также особое внимание было обращено на открепительные удостоверения, как бланка строгой отчетности. Благодаря этим бланкам проголосовать на выборы в Государственную Думу граждане округа смогут и за пределами региона. Накануне выборов специальной связью с Центральной избирательной комиссией в Наринмар доставили 500 экземпляров открепительных удостоверений. Обратите внимание, что был факт утраты открепительных удостоверений в субъекте Российской Федерации в крупном размере. Поэтому Центральная избирательная комиссия попросила довести до сведения ниже стоящих комиссий о том, что председатель участковой избирательной комиссии, то есть той комиссии, которая работает с открепительными удостоверениями, несет персональную ответственность вплоть до самой строжайшей ответственности. До 17 сентября удостоверения будут выдаваться в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Не менее важным моментом на выборах является прозрачность самой процедуры. Самое главное – это провести непосредственно 18 числа выборы таким образом, чтобы ни у кого не возникло даже доли сомнения в том, что они нелегитимны и недостоверны. А это зависит, дорогие товарищи, от вас. Поэтому просьба именно на это обратить внимание. Напомню, выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября 2016 года в единый день голосования. Елена Семеновичева, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Съезжий праздник в старинном селе Тельвицка. Песни, пляски, забавы и угощения. 517-й день рождения Пустозерска с размахом отметили в старинном селе Тельвицка. Волонтеры, рукодельницы, сварщики и танцоры более 35 некоммерческих организаций показали себя на ярмарке, которая собрала более тысячи жителей и гостей города. В регионе с размахом отметили День Пустозерска. 517-й день рождения первого русского города за Полярным кругом отметили в старинном селе Тельвицка. Праздник стал поистине съезжим. В первую столицу Ненецкого округа прибыли гости из Наринмара, Великовисочного, Устья, Оксина и других населенных пунктов. Организация торжества полностью соответствовала заявленной тематике. Перед социально-культурным центром престижа внутри него развернулось настоящее усть-городецкое гостевание с песнями, плясками, забавами и угощениями. В праздничную атмосферу окунулась и наша съемочная группа. С 10 утра в Тельвицку начали прибывать многочисленные гости. И, как говорится, сразу с корабля на бал. На берегу их уже ждали гиды, чтобы провести экскурсию по старинному селу. За полчаса с остановками и погружениями в историю участники праздника наконец дошли до эпицентра торжества. В холле социально-культурного центра «Престиж» всех любознательных ждал еще один краткий экскурс на уже в историю именинника Пустозерска. Фактами делилась научный сотрудник музея-заповедника Пустозерск Елена Елисеева. Нашей съемочной группе знаток рассказала о происхождении названия древнего города. «Есть три версии. Во-первых, Пустозерск. Во-первых, озеро Городецкое называлось озером пустым. Почему пустое озеро? Во-первых, дело в том, что есть такая версия, что там никогда не было семги. Ой, там семги никогда не было. Остальная рыба была. Но раз вроде как семги нет, значит, озеро пустое. Вторая такая версия, что это место было необжитое, то есть ничье пустое. Ну и третья версия такая, что когда пришли сюда, так скажем, проходцы, первые люди, и увидели наше место, и назвали это место студеное без леса и тундряна. Увидели наш лес, что он совсем такой уж езенький, такой уж это самый хиленький. Назвали это место студеное без леса и тундряна, то есть пустое. Отсюда пошло озеро пустое и уже потом, соответственно, Пустозерск». Почерпнув немалую дозу информации, гости разошлись по различным площадкам. За творческую составляющую усть городецкого гостевания отвечали всем известные мастерицы Наринмара. Испокон веков женщины занимались рукоделием – шили, вышивали, вязали, ткали, плели кружево. И по сей день эти умения только украшают представительниц прекрасного пола. Вместе с Надеждой Дуркиной, руководительницей мастерской народных ремёсел Мил Манзарана, гости сделали нехитрую подвеску-оберег – десятиручку, чтобы женщина успевала всё, что ей надо сделать. «Везде трудились. Всё же надо было заготовки на зиму сделать, чтобы дети были прибраны, одежду шить мужу себе, детям одеть, на зиму приготовить, чтобы тепло одевались. Поэтому много хлопот у женщины осенью. Времени, чтобы хватало и рук на всё это дело». Масса активностей гостей праздника ждала и на свежем воздухе. На берегу все желающие могли прокатиться на байдарках – современных аналогах старинных конструкций, на которых плавали морские и полярные народы – алиуты, чукчи, коряки и эскимосы. Без малейшего страха и с огромным интересом в байдарку запрыгнули и самые маленькие гости праздника. Молодое, но перспективное направление на празднике представила некоммерческая организация «Нарьинмир». Необычная площадка привлекла внимание и нашей съёмочной группы. Свои первые шаги на гончарном станке делала маленькая Аня. «А что вы такое делаете?» «Я хотела чашечку». «Получается у тебя?» «Да». Одно из самых зрелищных и, судя по неиссякаемой очереди популярных забав, расположилось чуть поодаль от эпицентра торжества. Оно и понятно – в руках у гостей праздника настоящие лук и стрелы. «Левую выпрямляем, правую натягиваем и отпускаем. Чего?» Отменных стрельцов в этот день сыскалось немало. Немало таких было и в Пустозерске. Согласно историческим сведениям, в 1648 году в древнем городе был учреждён постоянный гарнизон в 50 стрельцов. Отряды стрельцов внесли воинскую службу на охране Пустозерского острога. Ну и, собственно, являлись и практически частью его населения. Несли государственную службу. К часу дня всех созвали на официальное открытие праздника. В центре внимания, конечно, главные гости торжества. В недавнем прошлом – жители Пустозерска и их потомки. Среди них Антонина Вукуева в девичестве Ноготысая. Родилась и жила в Пустозерске до пятого класса. Затем была отправлена в телевисочный интернат. Спустя многие годы Антонина Филипповна пронесла воспоминания о своей родине и бережно хранит их. Ну и хочется почаще туда быть, конечно. По возможности мы туда ездим с зятем, с сыном. Тянет туда на свою родину. Если была бы возможность, я бы там стала жить. Да. Переехала бы туда обязательно. Сегодня потомки Пустозеров проживают в том числе и в деревне Устье. В 60-х годах XX века туда перевезли часть домов Пустозерска, когда он прекратил свое существование. И по сей день там живут потомки Пустозерцев. Семьи Кожевиных, Ноготысых, Поповых, Федотовых и других. Часть деревни, где находится Обетный крест, дом Терентьева, амбары, Хаймины и Нечаевой. Баня Попова – бывшая Преображенская церковь. Территория Пустозерского комплексного историко-природного музея. С историей Пустозерска связано немало. О древнем городе нам напоминают названия улиц в Тельвиске и в Наринмаре. Название речного трамвайчика, памятный знак, установленный на конечной остановке в морском порту. И, конечно, музей-заповедник Пустозерск, который располагается в доме Шевелёвых. О первом русском городе за полярным кругом каждый год нам напоминает и памятная дата. День Пустозерска в округе отмечается с 2012 года. В минувшие выходные на одной площадке собрались самые активные окружные некоммерческие организации. Показать себя на ярмарке НКО в этом году пожелали более 35 организаций. Поучаствовать в различных акциях, мастер-классах, выступлениях творческих коллективов смогли более тысячи гостей праздника. Чем живут и что творят некоммерческие организации узнала Любовь Пермякова. Мы брали просто лист металла, резали на трёхсантиметровые полоски и проваривали. То есть делали сначала каркас, там на фотографии есть каркас. Сделали каркас и из прутов сделали объёмный каркас. Металлический олень, про которого рассказывает Николай Ганеев, на праздники пользовался особой популярностью. По словам руководителя организации, мастерская технического творчества «Моторика» – это только часть двух будущих композиций, которые скоро украсят окружные парки. Данный проект пять молодых творческих людей реализует на средства гранта. Вот она эта композиция. Будет олень, уран, нарты, волокуши. Нарты и волокуши будут сделаны так, чтобы на них как на скамейках можно было сеять. Чтобы что-то сделать хорошо, надо этому всего себя отдать. И я отдал не только всего себя, но и всё своё время. И помимо фигур мы ещё занимаемся сваркой и уже обучили несколько людей основам сварки. Пока Николай Ганеев рассказывал гостям о своём масштабном проекте, на соседней площадке слышался приветственный лай собак. Там приют для домашних животных проводил акцию по сбору кормов для кошек и собак. А жители столицы смогли на месте выбрать себе домашнего питомца. И вот это наши подопечные, которые сегодня ищут свой дом. Я надеюсь, что хотя бы большая часть из них найдёт. У нас вот здесь вот четыре щеночка и две взрослые собаки, но они тоже вот такого же размера. Они сейчас гуляют, привлекают внимание к нам. У нас есть здесь ветвельшер, который вот с самого пункта. У неё все справки, у неё все... Собаки все чипированы. То есть на справках написан номер чипа. В дальнейшем, когда будет оформляться ветвельшер, туда это всё заносится. По словам волонтёра Анастасии, участие в ярмарке даёт возможность не только найти приют для 60 бездомных кошек и собак, но и обратить внимание к проблеме бездомных животных. Смогла обратить на себя внимание на ярмарке НКО и недавно зарегистрированной общественной организацией Федерации современного танцевального спорта города Наринмара. Прямо на площади ребята устроили показательные танцевальные занятия. Кроме зажигательного досуга, гости праздника могли решить семейные и личностные проблемы при помощи сказки. «Закапываешь? А что закапываешь?» «Класс! Вот там сокровище, здесь попало и здесь ключи. А ключи хранят самые большие волны». Автор сказкотерапевтических проектов, психолог Лариса Борисова утверждает, большинство проблем можно решить при помощи этого чудесного психологического метода. «Песок, которого у нас здесь много, это удивительный инструмент, который помогает эти все сказки отыгрывать. Вот у нас большая песочница для взрослых и маленькая песочница для детей. Это с помощью песка можно посмотреть на свои ситуации, на какие-то взаимоотношения совершенно с другой стороны. И навязчиво прийти к решению». С помощью песка несколько проектов реализовала и НКО «Наринмир». Площадка организации на мероприятие пользовалась особой популярностью. Благодаря этой организации теперь песком рисуют в интернате для престарелых, детском доме и сотне ребятишек по всему округу. Для того, чтобы как можно больше людей вовлечь в разные проекты и деятельность некоммерческого сектора, по словам организаторов, на одной площадке сегодня собрались десятки организаций. «Заявилось на ярмарку 36 некоммерческих организаций. Это много. Мы рассчитывали на меньшее, но потянулось все как ниточка, получается. Что заявились одни, другие узнали, мы тоже хотим. Потом, когда начали оформляться, а чем мы хуже, давайте еще. И вот даже сейчас еще люди подходят и говорят, можно мы выставим все у вас? То есть вот даже в процессе ярмарки. Мероприятия мы проводим первый раз на самом деле. До этого проводились ярмарки молодежных некоммерческих организаций. Но ведь у нас есть такие некоммерческие организации, как Совет ветеранов, общество инвалидов. Никогда мы их не собирали на ярмарки. Поэтому департамент в этом году решил объединить все некоммерческие организации и весь некоммерческий сектор». Мария Третьякова отметила, что деятельность некоммерческого сектора, многопланово, и каждый из гостей и мастерской НКО нашел себе занятие или развлечение по душе. Теперь на одной площадке разных по направленности, но одинаковых по инициативности, организаторы планируют собирать каждый год. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.